Приветствую вас, вы знаете, Наталья, вот вы задали свой первый вопрос в тринадцатом году, я посмотрел, там достаточно длинный, описываете вы свою историю, вот, в частности, такой момент, как смерть вашего отца, после чего ваша жизнь изменилась достаточно серьезно и круто, вот, ну, знаете, вот, это было в тринадцатом году, ну, в тринадцатом году вы задали этот вопрос, в тринадцатом году у вас, в общем-то, был очень похожий текст, вот, вы также, по сути, жаловались на жизнь, вы также, также, по сути, говорили, что у вас все плохо, что вообще вы, у вас ничего не получается, да, вот у вас, это постоянно идет сравнение себя с другими людьми, вот, и, в общем-то, так далее, вот. Прошло, ни много ни мало, пять лет. И понимаете, что примечательно, да, то, что за 5 лет ничего не изменилось. За 5 лет, что прошло со времени того, как вы задали свой вопрос, первое, ничего особо не изменилось. То есть, вы, по сути дела, вы говорите, что вот в 16-ом году, да, там у меня нашли, там, опухоль, там, что-то ещё, вот, неприятно, больно, уязвно, ну да, безусловно. Безусловно, да, это так, безусловно, это очень, ну, это очень неприятно. Я с вами здесь согласен, целиком и полностью, это так. Но, до этого-то было, по сути, всё то же самое, понимаете? До этого была та же самая история, по сути, дел. И вопрос, который у меня к вам есть, да, вопрос к вам. С какой целью вы, вот, пишите нам здесь и сейчас? Вы же понимаете, понимаете, что то, что с вами вот происходит, то, что с вами происходит, это ведь происходит с вами не первый день, не первый, и даже не первый год. И за один ответ на вопрос, вы не сможете решить все свои проблемы, это первое. Второе. Вы пишите, что вам хочется поговорить, вы пишите, что вам хочется поговорить, но если вам хочется поговорить, то давайте разговариваем. Давайте разговариваем, давайте смотреть, откуда всё это началось, по какой причине ваша жизнь не удалась. Понимаете? То есть, совершенно очевидно, что за это ответственны вы. То есть, вы что говорите, вот, вы говорите, у вас нет друзей, семей нет, карьера не плохая, денег нет, среди и здоровья нет. Это означает, что вы не на своём месте. Это означает, что вы не делаете того, что нужно вам. Это означает, что вы не делаете того, что хочется вам. Это означает, что вы не раскрываете свои возможности, свои способности, свои ресурсы, и это означает, что вы, вероятно, себе не верите. Вот и всё. Вот именно поэтому, именно поэтому у вас ничего нет. Вы постоянно себя подавляете, вы постоянно подавляете свои чувства, вы запрещаете себе быть той, кто вы есть, вот. Из-за этого у вас нет друзей, из-за этого у вас нет карьеры, ничего нет, потому что, чтобы было, чтобы было, ну, если вот, к примеру, да, вам хочется, чтобы было, то для этого нужна какая-то активность. А без активности, как что-то может быть. Именно вот без активности ваших. А активность вы, судя по тому, что пишете, не проявляете. Вот. Как таковой. А почему не проявляете активности? А это уже нужно выяснять, почему вы не проявляете активность. Вот. Ну, активность у вас есть? Да, есть. А как она проявляется, активность ваша? А активность проявляется исключительно только в, вот, в экзистенциальных поисках. Вот. И болеете вы по этой причине. Самые, что не реализуете сами. Простаивают ваши мощности. Вот. Ну, не позволяете вы себе быть той, кто вы есть. И это на самом деле очень грустно. Вот. Ну, психолог может вам в этом помочь. Можно раскрыть ваши чувства, научить вас слушать себя. Можно научить вас пользоваться. Своими ресурсами. Все это можно сделать, но это работа. Вот только, есть у меня сомнения, что вы, как бы, если за сколько? За пять лет. Если вы за пять лет не выбрали себе психолога, вот, для работы и не работали с ним, то есть у меня сомнения, что вы будете это делать сейчас. Но, тем не менее, только это способно что-либо изменить. Только это способно что-либо изменить у вас, в вашей жизни. Дальше. А почему зависть возникает? Да? И вы стыдитесь, стыдитесь зависти? Ну, во-первых, стыдиться зависти, именно стыдиться, не нужно, именно стыдиться. Вот. Почему не нужно? Почему не нужно следить за завистью? Потому что зависть – это нормально. В вашем случае. Вы же нигде свою активность не проявляете, вы же нигде никак себя не проявляете. А энергия есть. Она не находит выгода. Энергия. Именно поэтому вы завидуете. И завидуете, надо сказать, вы не случайно. Вы завидуете потому, что, знаете, что вы ничем не хуже людей, других. Ну, вот, тех, с кем вы, к примеру, знакомы. Ничем не хуже. Вы знаете, что вы можете добиться того же, например, что они добили. Это знаете. Но вы не добивались. И вместо того, чтобы реализовывать свою энергию, вместо того, чтобы реализовывать свою энергию, вы реализуете энергию, направленную на других. Ну, на других людей. В психологии описана такая форма негативного сценария жизненного, который называется без успеха. Можете почитать об этом в интернете, просто напишите сценарий без успеха и почитайте. Как это происходит? Происходит это благодаря, так называемому, запрету на успех. Ну, это формируется в процессе жизни. И вот, собственно, с этим вам и нужно работать в первую очередь. Не жаловаться, то бишь, а работать. Может быть, может быть, свои чувства выразить. Ну, вот те, что, те чувства, которые вы, ну, к примеру, не выражали. Да, это можно сделать. Можете и даже нужно. Но после этого работать. Ваше письмо напоминает жалобу. Если вы жалуетесь, вы жертва. Вот. А если вы жертва, то вы ждете, что за вас кто-то что-то решит. Ну, к примеру, мы за вас решим ваши проблемы. А этого не будет. Мы можем помочь решить ваши проблемы. Но не решим их. Вот. Вы пишите, зачем я такая родилась. Вы не такой родились. Вы родились другой. А потом ваше окружение вас перенастроило. Ну, и дальше это абсолютно детский и регрессивный вопрос. То есть я даже вот, Наталья, простите, засчитывать это не буду. Я понимаю, что вам плохо. Я понимаю, что вам не с кем поговорить. Что в таком случае давайте будем разговаривать через разговор. Вы выплесните свои негативные эмоции. Вы снизите эмоциональное давление на себя. Вы снизите уровень эмоциональности, который у вас есть сейчас. Вот. И смотрите продуктивное действие. Вот. Вот так. Я думаю, так. Я думаю, так. А, значит, так, что еще. Я медленно умираю, не понимаю, почему все так. Так, ну, по поводу диагноза, тут не совсем понятно. То есть, как бы, лечится у вас это или нет. Что-то вам больно, это, вот, понимаю. Что-то продолжать и работать, несмотря на болезнь, без отпуска с утра до вечера. Вот это, это вот, конечно, вот смысл, да? Работа без перспективы. Вот как так получилось, чтобы работать без перспективы? Как так получилось? Это же отношение к себе, это же отношение к своим ресурсам, это же отношение к другим людям. Это же умение репрезентовать себя, умение показать свои способности. Вот. Это не просто так. Ну, вот история, которую вы описываете, да, она не просто так появилась. Вот. Так что, смотрите, я, конечно, все ситуации не знаю, да, вот. Но, я более чем уверен, что, если будете так жить дальше, то, правда, может, уже пересечь точку невозврата. Так давайте это исправим. Давайте поможем вам. Вот. Вот. Но для этого нужно что это делать? Вот. Основной к вам вопрос, да? Основной вопрос к вам, который вот у меня есть. Вы задали свой первый, первый вопрос пять лет назад. Когда у вас еще не было опухоли, когда у вас еще не было болезней, вот. С тех пор вы не работали с психологом, по крайней мере, на сайте. Вот. Почему? Вот и все. Спросите себя, почему я не ничего не делал. Да, я недовольна твоей жизнью. Да, я недовольна тем, что с ней происходит сейчас. Да, мне не нравится то, что происходит сейчас. Да, это все так, да. Так, что я сделал? Сделала ли я что-то, чтобы это было не так. Сделала ли я что-то, чтобы было по-другому. Понимаете? Такая история. Вот, вот так. Вот. Я думаю, что так можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.